на развалинах старинного графского или как же помните фильм этом а потом на развалинах а потом на графских на графских развалинах старинного замка кавказская пленница вот Серега наковырял видите это вот здесь стоял светильник такой кобра такая зажигался свет вот он вырвал как больной зуб теперь этот светильник лежит вот будем ставить его в другое место видите ну по запчастям оторвал сварку оторвал светильник выкрутил куда его поставить этот светильник пока решаем а вот на место этого светильника будем елочки сажать что приходится удалять не только что ты сказал лирик не только ударять не деревья но и светильники марсик второй день ухаживает за лириком не знаю что то какая-то страсть к нему проявилась может как старшему брату ну видите сколько приходится перелопатить щебня земли земли чтобы вот выкорчевать вот такая вот ямка получилась на радость французским бульдогом вот такая бетонная плюшка видите вот она и и выдернул оттуда как он и оттуда вытащил говорит перекинул веревку через дерево и тянул как лебедкой и вытянул этот бетонную штуку но светильник у нас такие светильники стоят саду лирик помнит при нем устанавливали тогда еще даже марсика не было был один лирик марсик не все помнит но практически потом уже все остальное делалось при марсике при лирике вот видите какой светильник вот это я делал вот такую дугу гнули на работе а это я ездил в магазин в Кропоткин и там вот такие чашки покупал с нержавейки видите а в него внутрь в эту чашку вставлены плафон и такой вот светильник потом делали переход видите с одного диаметра на другой потом третий переход и получилось такое ажурное вот световое устройство в середине датчик движения когда подходишь фонарик загорается ну я думаю что у меня по планам знаете его куда поставить вот сюда вот где-нибудь на углу под ивушкой потому что когда мы вечером бывает ловим рыбу с внуками темно и мы тогда включаем фонарь ну мы сюда вот вешали палку втыкали вот в эту вот трубу и вешали лампочку чтобы было видно поплавок а теперь мы подключиться можем вот от бабы-яги там есть напряжение поэтому подключимся я для чего снимаю этот ролик ну показать что в саду идут не только пересадка деревьев кустарников ну и таких вот устройств как светильник я сейчас заметил знаете что вдалеке красный дуб у нас там в этом в конце огорода там растут два красных дуба но они коричневые трудно сказать что они красные мирка надеется что вдруг какая-то рыбка подплывет и она идет ням-ням и съест он пробует эти хлопать проверяла на прочность деловая такая так раз раз придавила и пошла но я шел к дубу красному увидел такой роза прекрасно смотрите какая а вон и дуб вот здесь он красный а вот у нас тихточка одна растет посадили он 2 и вот он дуб ну здесь уж не скажешь что он не красный что коричневый весь самый настоящий красный цвет вот такое красивое дерево сейчас отойду видите он маленький дуб ну цвет у него приятненький на растяжках дерево дерево привязано вот видите к забору формируем таким образом мастик приучил раду ходить по периметру он всех приучил и меня даже я вчера это ходил по периметру такое дело завораживающее что-то у нас соседи он поросли сумаха наши растут вот они тоже тут что-то дербанит тоже какие-то деревья корчевы что-то делает вот как тензи ведь их надо обрезать уже вот уже виктория срезала одну надо будет и мне заняться обрезкой вот он дуб видите красный вдалеке агава переехала и вот смотрите краски сейчас покажу это слева магнолия а вот смотрите а это дуб ой дуб клен как он покраснел японский клен поливает яму а чё ты марсика пригласил тебе там все это дело оросит марсюшка иди помогай давай что там серёга с лейкой ходит а вон глянь он прыгает в этот круглый периметр иди быстрее тебя серёга ждет давай пошли пойдем марсик ну что это такое такой растительный аппарат у тебя а ты расходу еще на какие-то ямки там иди сюда быстрее серёга поливает и трамбует вон вот сколько уже налил ну что опоздал ты немножко следующий раз стой тут рядом и жди как только серёга скажет сразу же хорошая понял а вас трое каждый если включит аппарат амирка 4 яма сразу и полная будет